МФ-Каст. Свежие новости и слухи из мира мобильных гаджетов. Все самые интересные новинки во всех подробностях. Эксклюзивно для mforum.ru Всем привет, это MF-Каст, видео-версия, второй выпуск, ну или как нас назвали на mforum.ru, MF-VideoCast. Ну что, меня зовут Влад Филатов. Меня по-прежнему Сергей Болесов. Мы сразу благодарим всех тех, кто оставлял комментарии на ютюбе к первому выпуску. Нам очень приятно читать про себя всякие разные и были лица, и не были лица. Продолжайте в том же духе, мы для этого и выходим. Конечно, мы отчасти немножечко расстроились от того, что люди вроде как сказали, что они представляли нас по-другому. И мы вроде как должны были выглядеть по-другому в их понимании. Ну что поделать, как выглядим, так и выглядим. Ладно, мы собрались здесь не для этого, а для того, чтобы, естественно, рассказать вам все самые свежие новости из мира мобильных гаджетов. mforum.ru этому только способствует. Новости появляются и появляются. Ну что, европейцы предпочитают QWERTY. Говорит компания Nokia. Именно такое статистическое исследование они провели буквально на этой неделе. Что ж, результаты этого исследования показывают, что именно европейцы отдают предпочтение QWERTY устройствам. Как это ни странно, даже для самой Nokia, которая думала, что уже пора QWERTY ушла. Целых 48,64%. Ну, считай, 50%, практически, да, половина, грубо говоря, респондентов говорит о том, что QWERTY клавиатура тупо нужна. И любые сенсорные гаджеты, они все бесполезны. Нужно именно что-то такое, чтобы можно было ощутить, нажать, покликать и понабирать. Отчасти я с ними могу согласиться. Естественно, мы знаем, у нас есть куча знакомых, которые предпочитают именно QWERTY смартфоны. То есть даже не какие-то аппараты такие обычные, а именно смартфоны. Благо, они пока еще не перевелись. Есть какие-то вариации от Motorola, есть какие-то вариации от HTC. А если брать более-менее старые модельки, то их там вообще завались и больше. И люди говорят, что печатать на этом однозначно удобнее, чем на любой другой вариации, на сенсорной или какой-либо другой. И поэтому они отказываться от этого не хотят и не хотят с этого пересаживаться. Даже не хотят слушать о том, что уже сейчас современные технологии изготовления сенсорных экранов дошли до того, что, собственно, это все практически уровень тактильных ощущений. Но вот не хотят. Ну смотри, не так давно была анонсирована технология, которая с небольшой жидкостью под экран проводит элементы вспучивания этого самого экрана. Не знаю, как это объяснить более по-русски, чтобы было понятно. Но смысл в том, что под верхним слоем экрана находится определенная жидкость, которая может перемещаться и реально делать... Образовывать форму тех, например, клавиш, да? Да, каких-то элементов. То есть реально делать их объемными и ощутимыми на ощупь. То есть если вы начинаете печатать что-то на клавиатуре, соответственно, клавиатура, каждая кнопочка выделяется вот таким маленьким пупырушком, и вы можете ее ощущать. Однако не очень понятно, насколько эта технология вообще интересна и работает ли, и можно ли это будет ощущать нажатие, например, или это будет просто вспучивание, и все равно это все будет сенсорное. Я не скажу, что им нужно именно нажимать на кнопки, и все равно они как бы останутся при своем. Однако есть развитие куда-то вот в том направлении. Во всяком случае, экраны, которые передают ощущения, это все-таки следующий шаг, и он появится в ближайшие, ну, года 2-3-100% на рынке, потому что сейчас постепенно там что только нет. Я помню, в том году мы обсуждали новость о том, что появился якобы экран, который передает ощущения различных покрытий ковролина. То есть если вы... Такое, да. Да, да, если вы, например, просматриваете изображение ковролина, какой-то кадалок, вы можете вот так рукой пощупать по экрану, и, соответственно, увидеть все это дело воочию. Не увидеть, а ощутить пальцами текстуру этого ковра с различным волосяным покровом, и понять, что лучше, что хуже, и что конкретно нужно вам. Примечательно, что именно в Европе большинство пока все-таки остаются за QWERTY клавиатурами. Например, в США 40% предпочтили все-таки сенсорные устройства. Мне почему-то казалось, что все наоборот. Оказывается, такие консервативные именно мы европейцы. Это, кстати, показывает открытость компаний, компаний как таковых для развития технологий с сенсорными экранами. То есть стало больше смартфонов, тупо появились планшетные компьютеры, и, соответственно, какие-то старички типа Research in Motion, видимо, постепенно будут отходить в сторону. И вот эта самая открытость компаний, что люди хотят получить сенсорные устройства, они их получают, и, соответственно, им уже не так интересны QWERTY. Именно на американский рынок я конкретизирую сейчас. И если они выпускают что-то, уже, видимо, не так интересно. Это, кстати, вполне описывает, почему смартфоны вот Research in Motion, те самые BlackBerry, стали все менее-менее популярными. Ты зато заметь, как я сказал. Я вот тут сказал, а теперь понял. Мы европейцы. На самом деле не о россиянах, конечно, шла в опросе, а конкретно о Великобритании, Швеции и так далее. А кто сказал, что мы сидим в России? Вот именно. Вы подумайте совершенно иначе. Ну что ж, не так давно компания Google опубликовала отчет за последний квартал, согласно которому их мобильное подразделение показало далеко не самые лучшие результаты. Логичным следствием из этого стало сокращение 20% сотрудников этого подразделения, а конкретно Моторола Мобилити, входящих в состав Google. И в принципе будет уволено порядка 4000 человек. Как ни прискорбно. Ну это факт, да. Также будет закрыта примерно треть из 94 нынешних производственных мощностей. Ну фактически речь идет о каких-то подразделениях, которые занимались разработкой, которые занимались именно производством тех или иных гаджетов от Моторола. Сейчас они будут или модифицированы сильно, или же уже предоставлены, можно сказать, сами себе. В первую очередь речь идет о подразделениях, которые располагались в Индии, в Азии. Сейчас производство будет сфокусировано, как это ни странно, в Чикаго, Калифорнии, Саневейли. То есть, удивительно, но факт. Ну как, Google переводит производство и разработку на родину к себе, то есть в США. Как завещал Обама. Он же недавно открыл, что нельзя, надо к нам. Ну, в общем, может быть, действительно так. В том числе, кстати, будет и реорганизован руководящий штат. Более 40% вице-президентов планируют уволить. То есть, жизнь-то, видимо, все-таки в Мотороломобилити не такая уж успешная. Ну смотри, они, в принципе, хотят сделать ее успешной по одной простой причине. Теперь дальше. Как по слухам от экспертов, известных, американских, они говорят о том, что Моторол идет по пути HTC. Они будут предоставлять гаджеты на рынок не в том объеме, в котором делали это ранее. То есть, вот эти бюджетные модельки уступят хай-энд-классу устройств, которые будут выходить меньше. Например, как сейчас делают HTC? Два раза в год они представляют две линейки топовых смартфонов. Да, там есть относительно бюджетные решения, однако все-таки больше именно таких топовых, и вообще все сфокусировано именно на топовые новинки, которые выше среднего диапазона как по ценовой планке, так, в принципе, по железу. Здесь будет все аналогично. Будут топовые решения, и вроде как эти самые топовые решения должны принести больше прибыли, нежели сейчас приносят бюджетные какие-то гаджеты. То есть, несмотря на то, что они, по сути, переходят к принципу от количества к качеству, они за счет этого все-таки пытаются именно прибыль-то увеличить. Да, они вроде как должны выиграть. То есть, все эксперты сейчас уверены, что это однозначно пойдет в прибыль компании Моторола. Многие речи экспертов о том, что покупка Гугла Моторола – это не лучший шаг для Моторола. Все-таки я бы хотел, чтобы они ошибались. Ну, почему? Я, наоборот, считаю, что здесь, наверное, как раз им только выгода. Во всяком случае, это свежая идея, свежая кровь, которая в случае с Моторолой точно не будет лишней. Ну, смотри, сотрудничает сейчас компания Nokia с Microsoft. Ну, не купила Microsoft Nokia пока еще. Однако сотрудничество достаточно плотное. По-моему, производство Windows Phone телефонов, или, ну, как сейчас правильно это назвать, конечно, смартфонов. Хотя Windows Phone, да, вроде фон, там смартфоном и не пахнет. Какой-то форточка фон. И получается, что для них это пошло только на исключительно положительный план, и никаких вариаций тут быть не может. Microsoft в последнее время все более и более скрытная. Она не рассказывает нам о том, что будет представлено в Windows Phone 8 на 100%. То есть мы знаем какие-то обрывки. Но ведь нам не так интересен Windows Phone 8, сколько Windows 7-8. Так как продукты уже куплены, смартфоны уже куплены, а восьмерочка-то на них не придет. Так вот, компания Nokia вроде как потеряла один из документов, который всплыл в сети, и рассказывает нам, чем же будет отличаться Windows Phone 7.8 от восьмерки. Что ж, ресурс смартфон France опубликовал этот документ, и в нем говорится о том, чего же не будет 7.8. Не будет обновлений по воздуху, к которому уже многие все-таки начинают привыкать. Не будет поддержки более высоких разрешений, то есть больше, чем WVGA. Также не предусмотрена поддержка Internet Explorer 10, десятки. Хотя я не знаю, конечно, фанат это есть, наверное, но вот не будет. Нет, там понимаешь, ведь смысл не в том, что просто десятки не будет. А десятка там новая эпоха фактически для данной операционной системы. По одной простой причине, браузеров на платформе альтернативных не так много, если они там вообще есть. И основной браузер Internet Explorer является там фактически такой вот веховой единицей, которая нужна однозначно. А десятка именно веховая по одной простой причине. Там столько всего добавили. Со стороны поддержки различных технологий, там HTML5 стал лучше поддерживаться, и JavaScript, и куча чего еще. Поэтому то, что 7.8 его не получит, обидно. Обидно. Мультиядерной поддержки процессоров тоже не будет. Ну, собственно, там и ни к чему нет устройств, да, мультиядерных сейчас, которые хотели бы обновиться. NFC не будет поддерживать. Ну и, соответственно, не будет Windows Phone Wallet, то есть того самого кошелька, который будет, ну, аналогии гугловского кошелька на Android. То есть фактически все то же самое для NFC на платеже. Ну, логично, нет NFC, нет кошелька. Есть у восьмерки, есть такой плюс, как полноценная мультизадачность. То есть не то, что там вроде как фон уходит, а на самом деле не уходит, и вы просто переключаетесь через ранее запущенное приложение, а полноценное, со всеми потрохами, как это и должно быть. Не будет поддержки карт microSD в устройствах, ну, логично, да, их и сейчас в принципе нет, и не будет в новых, если они будут выходить под 7.8. Также не будет управления устройством, то есть device management hub компании, то есть company hub так называемой, и не будет защищенной загрузки и кодирования усовершенствованной, которой Microsoft сейчас гордится, именно Windows Phone 8, от того, что все данные будут защищены, и в принципе эта же аналогичная штука есть в восьмерке, то есть Windows 8. Ну, это так вам больше для информации, наверняка среди наших слушателей есть те, у кого сейчас аппараты, которые ждут, ждут обновления. Ну, вы знаете, если для того, чтобы успокоить вас, тут мы сейчас сказали, ничего вроде и нету, да, вы видите на экране тот самый список, и вы можете оценить, что колонка у ZA7-8 не такая уж и бедная, фактически все функции там остаются, а в восьмерке, да, там будет чуть-чуть побольше, но ведь совсем чуть-чуть, а все остальное более-менее насносно. Sony LT29i, который ранее всплывал под названием Hi-Booza, или Hi-Booza, или Hi-Booza, мы в касте в аудиоверсии рассказывали, было такое, да, будет называться он Xperia TX. Ранее всплывало, что будет у них новинка Xperia T, она же Mint, ну, в прошлом выпуске, да, видимо, вот эта вот линейка как раз теперь будет продвигаться по полной программе, и будут TX-ы, T-шки и так далее. Анонс девайсов запланирован вроде как на 29 августа, тогда и увидим, ожидается также, что будет представлено еще ряд новинок уже с другими названиями, не с теми, которые... Ну, смотри, вот тут написано Xperia SL, Xperia J и Tsubasa. Tsubasa LT25, да. Да, то есть, как бы, такие названия специфичные, ну, Xperia G, Xperia SL, и это нормальные названия, кстати, вполне в духе компании Sony, что хочется отметить про, в принципе, TX. Визуально он будет все-таки отличаться, то есть, узнаваемость смартфона останется, то есть, как бы, продукты компании Sony, они узнаваемы именно с визуальной точки зрения, это очень круто, потому что они делают свои дизайны, несмотря ни на какой остальной рынок. Здесь будет все немножко по-другому, все-таки, если сравнивать с нынешними Xperia, фронтальная часть устройства визуально отличается, ну, в принципе, вы сейчас видите, и наверняка сможете сравнить с другими аппаратами. Ну что ж, ранее сообщалось о том, что Samsung работает над обновленной версией платформы 4.1, Android для своего флагманского устройства S3, который был представлен весной этого года. А на этой неделе появилось целое 10-минутное видео, которое демонстрирует, как эта платформа уже работает на этом устройстве. Вы сейчас его видите, и, собственно, что можно сказать о том, что мы видим. Визуальных изменений, вроде как, особых не замечено, и зато есть, наверное, некоторое количество исправлений ошибок. Ну, судя по видео, действительно, визуальных изменений не так много, уж никаких суперсерьезных фишек вы не увидите. Однако, можно отметить улучшенную область напоминаний, более гладкую прокрутку, интеграцию новых дополнений Google для Android. То есть, фактически, изменения косметические, однако, при всем при этом, они все-таки долгожданные, ибо развитие платформы не стоит на месте, и есть некоторые программные особенности, которые заставят Galaxy S3 работать быстрее, стабильнее, плавнее, ну и так далее. Ведь исправление ошибок никто не отменял. Ссылку на полную версию видеоролика обязательно найдете в шоу-нотах. Ну, а сейчас о передней панели возможного смартфона Nokia на Windows Phone 8, на который мы, кстати, на прошлой неделе заикались. Да, Nokia должна представить новые свои устройства под Windows Phone 8, однако, пока никто не знает, что это будут за гаджеты, в тем понятно, что это все-таки смартфоны, однако, нет точных данных ни о начинке, ни о каких-то, может быть, платформенных особенностях, например, предустановленных приложениях, ну и, конечно же, размере и разрешение экрана. Что-то мне подсказывает, что разрешение-то как раз будет минимум HD, все-таки изменения должны быть существенны, насколько это возможно, то есть 1280 на 720 точек мы увидим. На том изображении, которое появилось в сети, мы видим экран размером в 4,3 дюйма, что уже тоже говорит нам о достаточно серьезных намериях со стороны Nokia занять нишу таких крупнокалиберных смартфонов под Windows Phone. Кроме этого, можно отметить, что, скорее всего, эта моделька будет называться Lumia 910 и придет на смену девятисотой модели, которая сейчас активно продвигается на территории США, поддерживает LTE-сети, ну и, в принципе, достаточно является неплохим решением. Что ж, приятные новости для компании Samsung. Они перевалили за 10 миллионов проданных Galaxy Note. Напомним, устройства, анонсированные в конце прошлого года, изначально многими и экспертами, и обычными рядовыми пользователями не рассматривалось как какое-то уж совсем выигрышное. Даже мы, по-моему, высказывали ряд предположений, что вряд ли оно станет уж совсем массовым. Но они в конце прошлого года уже смогли продать 1 миллион устройств. Да, к марту они превысили 5 миллионов, что, в общем-то, является достаточно серьезным показателем для любого Android-смартфона, но он, тем более, здесь такой серьезный гигант, потому что все-таки по производительности данный смартфон был хорошим и специфичный по внешнему виду и габаритным характеристикам. Обновленный вариант Galaxy Note 2, который будет называться, ждем чуть ли не со дня на день, ну, с недели на неделю. Наверное, его такой же успех ждет, мы так надеемся. Возвращаясь к компании Sony. Sony Xperia Ion стартует в России и будет продаваться эксклюзивно в магазинах компании MTS. Во всяком случае, по первости, и сам старый продаж намечен на середину сентября этого года. Ценник составит, ни много ни мало, 24 990 рублей. Напомню, что один из главных таких моментов у этого смартфона – это экран. Опять-таки, 4,6 дюйма HD-разрешение, и он защищен прочным минеральным стеклом, который отлично гармонирует с приятным на ощупь эргономичным корпусом, как пишется в пресс-релизе компании Sony. Ну что, будет еще высокопроизводительный двухъядерный процессор на 1,5 ГГц. Компания Sony, услышите наши молитвы и запустите в продажу четырехъядерный смартфон. Господи, я бы его купил, если у вас было четыре ядера. Скорострельная 12-мегапиксельная Full HD-камера также порадует владельцу. Вот тоже, это такая нелегкая тенденция, которая прослеживается в последнее время и будет прослеживаться во второй половине 2012 года – это 12-мегапиксельная камера. Сейчас все туповые смартфоны имеют камеру с сенсором на 8 мегапикселей. 12 – это новый тренд, новый стандарт, и Full HD станет еще лучшим видео, которое будет писаться. Не знаю, пишите вы, не пишите, надо, но вам не надо. Кстати, давайте устроим голосовалочку. Напишем в комментариях на forum.ru и на YouTube. Пользуетесь ли вы камерой своего смартфона для записи видео? И пишите вы, например, видео Full HD в HD разрешении или как-то еще по-другому? Можете прямо примеры прикладывать в комментарии, мы обязательно посмотрим. А цитирую пресс-релиз, не могу не сказать, что благодаря функции Fast Capture и отдельной кнопке на корпусе устройства сообщается, что меньше чем за полтора секунды вы сможете сделать готовый снимок из режима ожидания, между прочим. Ну смотри, это, в принципе, такая фича сейчас у всех Xperia прослеживается, но тут все прилично. Android 4.0, 16 гигабайт встроенной памяти, ну и аккумулятор на 1900 мАч в комплекте. Что есть у нас еще новость о Samsung Exynos 5 Dual, новые горизонты мощности. Действительно, новые горизонты мощности Cortex-A15. Фактически, именно этот процессор должен стать первым на данном типе архитектуры. Выполнен он будет по 32-нанометровому техпроцессу и будет иметь 1,7 ГГц тактовой частоты. У него встроен четырехъядерный графический ускоритель Mali-T604. К сожалению, мы пока не знаем конкретно на каких устройствах он появится первым, но, наверное, остается ждать недолго. Самое главное, что мы не знаем точной производительности Cortex-A15 как такового в этот раз. Непонятно, что смогут показать нам эти самые четыре ядра на 1,7 ГГц каждый. И, конечно, мы, в принципе, не видели пока тестов Mali-T604. Что это зазветь, с чем его едят, такая не очень понятна. Но что-то нам подсказывает, что весьма производительность. Ну, смотри, здесь, да, здесь указывается, в принципе, что такое и с чем это едят. Это OpenGL ES30, OpenGL 1.1 с полным профилем. Есть поддержка дисплеев с разрешением WXQGA. Именно читаю, потому что сложно выговорить. Это до 2560 на 1600 пикселей. Кстати, заметьте, реально круто. Поддержка Wi-Fi дисплей и куча-куча различных возможностей, включая, например, запись видео с качеством 1080p на 60 кадрах. Тоже, по-моему, то, что сейчас в смартфонах точно пока нет. Ну и, конечно, поддержка USB 3.0. Я так понимаю, и в качестве ходспота как такового в том числе. По поводу вот этого огромного разрешения, это, наверное, больше для планшетов подойдет. Ну, конечно, такое разрешение вряд ли появится на смартфонах. Однако планшетные компьютеры, видимо, от Samsung в скором времени обзаведутся превышающим Full HD разрешение экранами. Это, кстати, продиктовано тенденциями от компании Apple. Ну, уж если они выпустили, то плотность пикселей должна вырасти за счет разрешения, как минимум, и на их планшетах. Надо догонять рынок. Ну что, насколько я понимаю, на этом у нас все на сегодня. Мы постараемся, чтобы новостей стало побольше. Ну, а формат был немножечко поуже. Все-таки мы же понимаем, что смотреть тяжелее, чем слушать. Об этом вы писали в комментариях. Мы стараемся, как только можем. Ставьте обязательно лайк под этим видео. Подписывайтесь над этим видео на канале. И, конечно же, теперь мы есть в iTunes. Там вы тоже можете скачивать выпуски. Правда, они не в HD-качестве, однако достаточном, чтобы рассмотреть наши лица и все те самые новости, которые мы не только теперь рассказываем, но и показываем. Рассказывайте о нас своим друзьям в Фейсбуке, в Твиттере, ВКонтакте. И постите это видео на свою страничку. Обязательно. Если вы считаете, что оно достойно, конечно. Ну и заходим на mforum.ru, читаем там последние новости и смотрим MF-Cast в видеоверсию. Увидимся через неделю. С вами были мы, Сергей Болесов и Влад Филатов. Пока-пока. Пока.